Самобытность района вылилась в целый фестиваль, который четвертый год подряд влечет гостей не только пляской, но и угощениями. Насладиться ими можно даром. Главное на этом фестивале, конечно, еда. Среди еды царица окрошка. Сегодня мы познакомились с женщиной, которая непосредственно ее делала для праздника. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас правильно называть? Женщина окрошка? Нет, наверное, все-таки квасицу. Женщина, которая раздает окрошку. У нас представлены на ярмарке сельские советы. Там несколько видов кваса представлено. То есть делается и с хреном, и с апельсином, и с чем только угодно. Можете подойти и поинтересоваться. Это столько видов квасов, на которых можно сделать окрошку. В этом году фестиваль «Бондарская карусель» стал еще и международным. Гости из Болгарии приехали, чтобы протянуть культурные, а также экономические нити между городом Сунгулары и Бондарским районом. Дружбу закрепили все той же окрошкой. Окошка очень хорошая, лучше. Болгария есть подобно. Таратор называем. Таратор. Да. Но это лучше. Любит здесь не только сытно поесть, но и на славу потрудиться. Один из таких фанатов своего дела, гончар Игорь Савельев, несколько лет назад перенял ремесло у Попковой Ольги Паловны, последней федоровской мастерицы. Однако до конца приручить глину самому народному умельцу пока так и не удалось. Она делала огромные просянники, вот буквально вот такого размера. То есть вот такой пушистый. Она говорит, что такой просянник она делала за 15 минут. То есть она все время нас ругала, что мы медленно работаем и делаем маленькие горшочки. Ну, пока что мы не достигли ее уровня, но стремимся. Помимо глины здесь есть и другой культ – бандарное дело. Именно от этого ремесла пошло название села, ставшим впоследствии районным центром. Александр Бруяко за своим изделием приехал с Кубани. Собирает бочки уже шесть лет. Говорит, что возвращение к истокам сейчас стало настоящим мейнстримом, поэтому в последние годы на рынке появилось много подделок. Однако понять, настоящий мастер перед вами или нет, можно и с банальной беседой. Когда вы будете общаться с человеком, кто производит бочки, ну, вы сразу поймете, что он будет знать какие-то нюансы. Возможно, где-то он никогда, во-первых, не скажет плохого про другого бондаря. Это самое основное. Никогда мы не ругаем друг друга. Мы только, наоборот, хвалим. Катки создаются путем подгона дубовых дощечек под кольца. Смолы и лаки настоящие мастера считают инородными телами, поэтому к своей работе их, как правило, не используют. После того, как заготовка выполнена, ее отправляют в печь, где бревнышки становятся друг к другу, как родные братья. Так что гостям праздника скучать не пришлось. Ну, а те, кого не успела закружить бондарская карусель в этом году, могут начинать готовиться к следующему фестивалю. Марина Корекина, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей.